Загадочный лес, волшебное зеркало, злая королева – все это ждало зрителей Московского театра «Луны» в спектакле «Белоснежка и семь гномов». Представил его Саровский драматический театр на внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В афишу программы детского уикенда попадают лучшие постановки страны. В этом году шанс выступить на столичной сцене выпал коллективом из девяти городов России, в том числе и нашему. Для Сарова это впервые, что театр выехал на фестиваль такого уровня. Фактически для нас это были гастроли даже в большей степени, такой выезд. Нас не оценивали ни жюри, не было никакого разбора спектакля. Мы просто приехали и в театре показали наш любимый спектакль, один из любимейших спектаклей «Детский белоснежка и семь гномов». Площадка была немножко, ну естественно она отличалась от наших, были некие такие корректировки в плане показа. За два дня до введения карантинных мер спектакль все-таки успели показать зрителю. Зал был практически полон. По словам завлита Саровского драматического театра Ольги Логиновой, постановка покорила гостей и оставила положительные впечатления у детей и их родителей. Дети именно следят за сюжетом и они ахают, а взрослые хохочут, потому что там очень много заложено смыслов для взрослых. И по-моему принимали нас просто чудесно. И потом мы аплодировали, и браво кричали, и вставали. Премьера постановки в Сарове состоялась почти три года назад. Создавали сказку питерский режиссер Алексей Забегин и художник Екатерина Никитина. Именно декорации стали изюминкой спектакля. Они наполнены не только эстетикой, но и множеством смыслов, которые наверняка разглядят опытные зрители.